Не будут же они говорить, что их хозяин, от которого не кормится, болен. И ради соблюдения стабильности всегда это скрывалось. И вот я хочу сегодня обратиться к секретарю Совета Безопасности Патрушеву Николаю Платонычу. И обратиться от кого? От руководителя Центрального Совета Народно-политической партии «Власть народу». Она сейчас в сложном положении, но пока еще она сохраняется как партия. Вот я хочу с такого политического уровня обратиться к одному из ведущих персон в системе управления страной. И в своем обращении, да, почему я так обращаюсь? Потому что тема, которую я сейчас покажу, она очень-очень важная. И я по этой проблеме многократно обращался в разные инстанции, и никакого ответа нет. И вот сейчас я хочу официально направить от имени партии и с тем, чтобы усилить это давление, озвучить это на канале. Какие доказательства? И вот теперь я предлагаю четыре картинки. И вот на первой картинке. Это канун 2020 года. У президента появляется длинный, неаккуратный шрам на передней поверхности шеи. Вот посмотрите, насколько он на самом деле безобразный по форме. Это не плановая операция. Хирурги не делают таких разрезов. Что? Покушение маловероятно. Инородное тело, но его легко стоит голову перевернуть, тело вверх ногами, вытряхнуть, и орех или что попало выпадает. Тогда остается, вероятнее всего, отек гортани. Это я уже рассуждаю как врач. У душья это потребовало трахеотомии. Вот такая по форме рана. Это значит, кто-то решился, видя, что человек теряет сознание, упал и не дышит с хрипами, он решился на разрез. Причем это был не профессионал, потому что профессионал сделал бы аккуратный разрез ниже хряща щитовидного и вставил туда труп. Ведь это не первый шрам. И вот я показываю второй рисунок. Посмотрите, в 2017 году почему-то президент не сделал послание федеральному собранию. То получается, он не в состоянии выполнять должностные обязанности, а по конституции в этой ситуации президент не может оставаться в должности. Так вот, и в 2022 году тоже не было послания федеральному собранию. Ну, значит, тогда начинаем смотреть вокруг, подозрительные есть какие-то ситуации. И вдруг смотрю, Дмитрий Анатольевич Медведев, где-то полтора года назад, вдруг его на полгода он исчез. Эта болезнь коварнейшая, ее называют великий имитатор, хамелеон, она может принимать вид любого заболевания, потому что она поражает нервы, а нервы инварирует все. И поэтому, если поражен, вот как у Кадырова говорят, гламировал нефрит почки. Вышла монография. Монография называлась «Чем болен президент?». Но там полностью касалась она, вот, Виктора Андреевича Ющенко, если вот тогда говорить, откуда все это пошло. И я тогда предупредил, обращаясь к врачам, нужно срочно провести конференцию, потому что диагностическая ошибка века, я тогда сказал, может стать трагедией века. И вот как в воду глядел. Продолжение следует...